Здесь жить в этом городе с кранашпаном просто становится невозможно. Запахи очень страшные. Зрелище не очень приятно, но, естественно, запах стоит. Вечером в 8 часов шел так по черным дымом. Кранашпан, уходи! Скажите, господа и колги, как вам ситуация с кранашпаном в Московской области? Да, вот мы были два дня на выездной инспекции в Московской области. Воняет, люди задыхаются, то есть находясь... Людей просто банально жалко, понимаешь? Вкладывать деньги, не прибыль высасывать из предприятия, а вкладывать деньги в экологическую, чтобы не убивать людей. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. У нас дешевая рапсила, дешевый лес и дешевый газ, и они нас просто уничтожают. Естественно, самая больная тема – это рубка леса. Нам говорят, что у нас вообще все замечательно, все хорошо, и продолжается вот эта вся катавасия. Редактор «Момент истины» продолжает цикл передач, посвященных экологическим проблемам России. Сегодня у нас в гостях общественный экологический инспектор Росприроднадзора Дмитрий Сапелкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, как Егоревск, Электрогорск, как мой поездок? Конечно, находимся под впечатлениями от увиденного, от услышанного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что выбросы идут, запах идет отвратительный. Обещали нам все. Обещали сделать новую трубу на фабрике, поставить все защитные сооружения, очистные сооружения, фильтры и так далее. У детей уже с детского возраста начинаются атиты, начинается аллергия. Ну, честно, мы даже уже не знаем, и то ли уезжать всем из этого города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я знаю, что в городе очень много онкологических заболеваний, вот, как бы, и они увеличиваются. Очень много осматиков, в частности, детей осматиков. Я знаю, в нашем доме ни одного ребенка. То есть ситуация, конечно, из ряда вон выходящие поражает наглость, вот с которой они тут зарабатывают деньги. Чем занимается компания Кроношпан? ДСП в простонародье с использованием химических элементов, там, клеи, различные присадки. Как я понимаю, основная как раз и проблема в этих присадках, в этой химии. Мы приехали, мы ощущали этот запах! Вони чем пахнут деньги? но это неприятный запах то есть это находились на полигоне как будто мы стоим на полигоне а грязь есть почва отравления отравленных вот на ваше впечатление вы все-таки специалист жидкость но жидкие отходы которые скидывает сразу на грунт а что запрещено завод сливает на грунт на грунт да то есть такая траншея большая траншея от завода так вот обнаружили ток воды сейчас переходим вот это вот опасные склоны не набрал нормально просто сливают на землю из завода европейски ориентированного завода которые начали карбача рискал бизнеса перед тем как приглашать специалистов слать от роспотребнадзора мы делаем разведку мы приехали взяли пробы сейчас передали сегодня их в лабораторию активисты национального экологического корпуса предоставили в лабораторию три пробы почвы три пробы воды концентрации формальдегида которые мы обнаружили в воде ну на моей памяти такая концентрация первый раз если не брать техническую воду если такая вода попадет в природные источники то это будет большая трагедия конечно и для природы и для человека не дай бог давайте проведем нормальное исследование посмотрим что это завода действительно серию исследований чтобы понять что это не случайная концентрация обнаруженная в данных пробах нужной стороны завода куда это предприятие планировало расширяться они сделали запрос на выделение там 92 гектаров чтобы расшириться вырубить там лес и туда нахожусь в поле которая прилегает к южной части завода кроношпан и наблюдаю следующую картину на несколько десятков гектаров земли деревья пять метров и выше это вот вот так спил конечно это либо в прошлом году либо позапрошлом это тысячи тысячи деревьев вырублены сосны там от пяти и выше метров вырублены вот с южной части предприятия захват территории но вот ситуация только усугубляется и теперь еще да они хотят расширять свое предприятие для того чтобы у нас это расширится у нас нужно была территория и они решили лес вот этот вырубить весь вплоть до горьковского шоссе до дороги на въезд до города до электрогорска то есть значит кроме того что идет вот этот запах еще лес вырубается и расширяется на само само производство где выбросов будет еще больше то есть вот что бы было бы с таким предприятием если оно в европе точно самое подчебучил а у нас почему так не происходит почему в наш чиновники покрывают коррупция и горьков и горьков там стоит большое предприятие большое предприятие в разы больше чем в электрогорске основным источником сырья для крана шпана является древесина которая используется при изготовлении дерево струсочной плиты крана шпан используют ее в гигантских объемах там где не тушат пожары это означает что это кому-то нужно значит нужно скрыть либо воровство леса либо какую-то еще преступную свою деятельность а мы с вами дышим тем воздухом который сейчас невозможно даже выйти на улицу люди задыхаются в то время когда в иркутске и в красноярске горят леса мы вырубаем древесину у себя под подносом вырубаем легкие города москвы и московской области редакция отправила свой без малого трудовой десант в город уфу и находится третий завод компании крана шпан евгений здравствуйте как уфа здравствуйте федор уфа цветет и пахнет чем пахнет химии химии от завода крана шпан от выбросов из завода крана шпан а глаз народу какой что люди говорят люди уверены что экологическая катастрофа это вопрос времени вы ведь трагедию сфенолом у нас уже была крана шпан это вторая трагедия поверьте и это будет страшная трагедия основная претензия 6 лет назад когда началось строительство это то что жители заметили близлежащих районов что на территорию вот это вот сельхоз полей привезли какое-то ржавое оборудование как потом выяснилось действительно оборудование ржавое и горелое с британского завода саная жители здесь детьми и детские были митинги здесь стоял лагерь протестный потом голодовка была 33 дня под охраной милиции когда мы боролись строительство этого завода устроили тут полученлагерь разбивался блокировалась завоз оборудования потом на меня иски подавались много миллионной корпорации когда шпан что им не дало строиться в концовке нам пообещали что вот на эти трубы поставить нанофильтры которые не будут пускать эту пыль все будет в рамках экологии по факту ну три-четыре раза в месяц из дома невозможно выйти с ребенком погулять жуткая вонящая опилок этой химии сколько мы тут боремся вот потом удивляемся почему наши дети слушают навального удивляемся почему площадь сахаров полная конечно не знаю например у нас эти законы точно не соблюдается в отношении крана шпан на что еще обращали внимание экологи активисты уфы завод долгое время работал так сказать в тестовом режиме но на полную мощность чтобы просто актов эксплуатации не подписывать этот режим нужен для того что нету предприятия нету проверки нету нарушений но продукция выпускается продается завод работает деньги зарабатываются деньги зарабатываются деньги зарабатываются а фильтры а фильтры можно и потом поставить завод крана шпан размещен во втором тире третьем поясе зоны санитарной охраны уфимских водозаборов что подтверждено решением верховного суда российской федерации это было кассационное определение по нашему иску от 30 сентября 2015 года где верховный суд установил незаконность сброса поверхностных стоков в зоне во втором поясе зона санитарной охраны водозабора в городе уфе на протяжении ряда лет мы требуем проведение государственной экологической экспертизы в отношении завода про наш вам но нам отвечать что якобы он не должны проходить настоящее время в апреле месяце здесь наблюдала сброс стока на почву это было в апреле вот оно доказательство что с коронавшпана воды стекают причем вот этот нарк, который пробурят явно специально его всячески камуфлируют чтобы его не было видно находимся около того арыка он искусственно прорублен он замаскирован естественными насаждениями и вот в тот момент именно 28 октября вот здесь и сливаются стоки которые потом идут вот под этой региональной трассой уходят под ту трубу именно там мы брали анализы воды они там сохранялись в течение недели это было в 2016 году я тогда в первый раз услышала от начальников производства это еще были те первые начальники производства они между собой разговаривали и проходя мимо я услышала что давай в три часа ночи сбросы делаем вот где-то с трех до четырех утра они делают выбросы именно в ту речку туда что больше всего поразило связано с завоном к нашпан ну всех больше поразило то что они в общем-то не только не жалеют жители вокруг но они своих работников не особо жалеют нет вентиляции в цехе идет запах формальдегида идет запах жженых опилков это все внутри мы сеять всем этим дышим плюс когда в клеевой ребята размешивают и добавляют сухой порошок клея и добавляют туда еще каких-то ну химик химикатов как которых мы не знаем их привозят в мешках у них тоже нет вредности на производстве плюс лаборатория у нас делает анализ один раз в сутки на наличие формальдегида в плитах плитах у них тоже нет вредности на производстве это же низость это низкое характеризует предприятие не только с точки зрения его соблюдение им экологического законодательства точки зрения отношения к своим сотрудникам вот если они так относятся к своим работникам что же говорить о людях которые живут вокруг к нашпана они значит говорят что не пущено в эксплуатацию вот и до сих пор не пущено в эксплуатацию вот а запахи то идут было однажды зимой утром все просыпаются это было в марте месяц и весь снег перед 8 марта был желтого цвета причем такие полосы шириной метр вот по всем огородам как будто знаете здесь не просто дикая африка где вообще нету людей вот какие выбросы прямо на нашу деревню они черные вот что самое интересное что если просто просто что-то там легкая то это белый пар идет а идет то черный то есть это завод вообще совершенно нарушено множество законов за закон о переводе земель закон водный кодекс окружающей среде абсолютно все законно получается геноцид против населения это что такое самое главное они не могут ни до кого достучаться то есть никто их не слышит ни власть ни руководство карнашпана их не слышит все от них отворачивали прокуратура прокуратура отписки тишина опять взятки опять коррупция опять покрывают такая вот российская так сказать особенность вот так вот ведется бизнес в россии какие еще действия предприняла редакция национальный экологический корпус работа вместе с нами ездил вместе с нами в уфу и он взял пробы грунта и воды который мы отправили на анализ у нас сегодня 11 ноября 19 года 13 00 где-то примерно 300 метров 200 до завода карнашпан активисты национального экологического корпуса взяли пробы вам известно что предпринимет национальный экологический корпус в связи надвигающейся экологической катастрофы да он собирается обратиться прокуратуру собирается обратиться в надзорные органы чтобы как-то эта проблема решалась потому что если ее не решить сейчас то это бомбанет рано или поздно евгений вы только что вернулись круглого стола который организовал руководство завода карнашпан после тех скандалов которые были вызваны сфере экология как прошло то люди много высказывали претензий признают проблему нет по большому счету нет не признают и запах это вонять должно издержки производства уважаемые коллеги я вам повторял прошлый раз расскажу что данное оборудование установлено соответствии с российскими нормами и правилами данный проект сделан микроношпаном он был сделан предприятием которое было до нас это все очень правильные красивые слова это факт но фактом является то что город и дачники задыхаются есть один факт фактом является то что в воздухе пыль огромное количество пыль вот это я много занималась формальдегидом вытяжкой от пресса а у нас формальдегид поступает от пресса вместе с горячей смолой невозможно установить там фильтры потому что смола кристаллизируется если вы установите единственное чтобы вам переложить электрические фильтры и хватит на месяц даже месяц менять фильтры если вы не знаете вы вылетите в трубу на выставках подходил к немцам они мне ответы с этим вопросом а у вас они мне отвечали мы поэтому эти производства размещаем в третьих странах еще я прошу прощения с большим уважением отношусь конечно к вам но я хочу сказать что то производственное оборудование которое стоит там немецкие которые не сопоставимо с тем оборудованием которое было раньше куда даже в дробильную машину руками загоняли бревна прошу прощения какие интересы были в ходе пресс-конференции но был один интересный момент где-то 20 минут идет конференция люди высказывают свои претензии и тут стоит встает человек и говорит я в принципе в принципе я как говорится удовлетворен той работе которая происходит на уровне предприятия не говорили за всех не говорили за всех хорошо хорошо у нас противоположное мнение переходим к следующему вопросу марина львовна у меня нельзя один очень большой вопрос вы заметили как я жертвы меня не знаю я жертвы меня не знаю может быть вы слышите еще отчет по администрации потом как нехорошо к чужому мнению надо уважать чужое мнение мы обязательно ставим на этот кадр фильм чтобы было и такое мнение что есть люди ну которые довольны работой карнашпана который встают об этом прямо говорят и сразу выходит пресс-конференция с этого круглого стола шикарно вот и был все-таки еще один вопрос который поставил немножечко ступик директора карнашпана у него не было заготовки ответа ну судя по тому какой ответ был заготовки не было вот опилки на машинах про которые говорили видите вот они лежат около тротуара вот они лежат вдоль поребрика да это как этим дышать как дышать этим взрослым пожилым и этим расскажите нам пожалуйста почему вы имеете право нашу благоприятную среду нарушать нарушая тем самым конституцию российской федерации как нам собственно дышать мы не понимаем объяснить пожалуйста спасибо я не буду объяснять по поводу щепы ничего потому что это крупная фракция никакого отношения к дыханию не имеет я прошу прощения щепа может быть щепа может быть сыпаться с машины который ведет щеповоз просто это вдоль дорог может быть до вдоль дороги и раз дома жилого достойный ответ на вопрос на которого не было заготовки ответа хорошо подходит пословицу молчание золота ребят с момент истины убеждена что ситуация подобная ситуация заводом карнашпан должна быть так или иначе решена силами средств масс информации общественных активистов общественно экологической организации не должно быть так чтобы вокруг предприятия людям не то что не могли дышать а просто им их жизни была прямая непосредственная угроза так быть не должно мы предпринимем все путем обращения во все возможные инстанции чтобы ситуация вокруг завода карнашпан пришла к своему финалу процессе монтажа фильма о деятельности компании карнашпан мы пришли к убежденности что мы не ограничимся одним фильма первый фильм не попали отдельный комментарий бывших работников заявление действующих работников которые боятся нынешней администрации и уже в процессе окончания сборки фильма появилось обращение бывшего ведущего программа нет истина андрея караулова который заявил что якобы мы выполняем поручение неких конкурентов что деятельность предприятий уникальна что он подготовит фильм о том какое-то классное предприятие в настоящем заявляем что андрей караулов не имеет никакого отношения к деятельности редакции момент истины что у наших зрителей будет безусловной возможность разобраться действительно ли мы ангажированы некими конкурентами как заявляет андрей караулов либо деятельность компании карнашпан по-настоящему отравляет жизнь многих наших соотечественников